Что у нас сегодня? У нас сегодня будет интересная техника, можно ее назвать так, карфагенчик, такой легкий карфаген и с античным бархатом. Для этого понадобится нам Венеция и античный бархат. Рабочее название, как китайский шелк. Это Иркомовский, если мы говорим. Вот наша Венеция, мармур и наш китайский шелк. Иркомовский, это аналог от чем-то. Он есть в серебряной и золотой базе, поэтому тоже можно его колеровать разными универсальными красителями. Можно его добавлять и в лазури, можно добавлять лаки, воски, многоходовка. Можно его смешивать с нашими уже знакомыми декоративными красками, с медью, ну и делать его медным, как мы называем его, жуткий шелк. Ну и другие там бронзу, граффити и так далее. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас нас интересует название красивое. Доминиканское. Отлично. Вот рабочее название у нас будет доминиканское. Штукатурочка. И еще следующее будет у нас на повестке дня. Это тоже мой знаком, да, у вас. Штукатурочка. Как мы его называли? Андриятическая, да? Жемчужина Андриятики. Да, знакомый образец. Да, мы с испанским другом это делали. Это структурная штукатурка юркомовская на основе кварца. Вот то, что мы говорили экспериментально, да, штукатурочка. Тоже мы ее колеровали. Тот же, здесь же и античный бархат. Здесь же и в технике, когда мы по-мокрому, да, добавляли еще в мазочке, как мы говорили, небесный акварель. Ну, то есть это сегодня мы все постараемся, во всяком случае, я хочу вам показать, насколько это возможно. Дай мне микрофон. Да вот. А, ты так близко хочешь. Я хочу, чтобы это видите, что это чудо было. Все это чудо? Угу. Ну, значит, если хотите, чтобы чудо, тогда вот, можно. Читаем, с какого-то дерева он был. Да. Она такая... Да, по-любому будет. Но вы меня не слушаете. Да, ты... Это я так говорю просто вслух. Чем больше его размешиваешь, тем он более обморчен. Да, но можно опять-таки, уже ты видишь, да, что можно и делать и многоцветные. Угу. То есть уже, если брать несколько цветов, уже можно такие, как... Можно брать зеленоватые и будет многоцветный. Да, да, да. Ну, это, знаешь, как просто по ходу возможности материала. Это был так. Вот такой экскурс. Ну, для тебя лучше, чтобы это было... Вот пока придерживаемся вот этой идеи, мы назвали ее доминиканской. Вот. А параллельно ты можешь там себе там отмечать, что может она будет и такое, и такое, и такое. Я хочу, чтобы ты тоже попробовала этот инструмент. Чтобы ты сделала для тебя тоже определенный вывод. Что ты имела представление, каким лучше, ну, будет для тебя инструментом работать. Добрый? Вот я сейчас тебе материал вроде как развел. Он не знает, что с этим, с каким-то мусором. Может, туда что-то попало. Не знаю. Или подсыхать стоит. Не знаю, Олег, ну, видишь, ну, да, такое ощущение, ну, не важно. А может, это шпатель пишет? Не знаю, сейчас пока попробую. Это мы две минуты, ты попробуй, просто возьми руку и попробуй, да, и как он держится в руке у тебя, какие там ощущения у тебя. Удобно тебе, неудобно? Ну, ничего, удобно. Удобно. Уже, смотри, уже здесь можешь, когда ты наносишь, уже остаются какие-то определенные фактурка. Вот, смотри, раз, фактурка, попробуй теперь там где-то. Ну, это ты сильная, такая фактурка. Оно еще чуть-чуть легче еще. Вот таким, о, раз, и оставляй. Вот ты сделала какую-то, и оставляй. О, и оставь еще раз. А ну, теперь давай с моей рукой. Держи. Нет, не так сильно нажимай. Более плоско прижимать. Да, меньше угол. А я же одним углом как бы, да, понятно. Так. Ничего-ничего, отлично, отлично. О, видишь, уже кое-что получается. Теперь, например, возьми, сюда переведи, да? А когда оно подсыхает, оно не дает вот именно вот эти вот, такие вот, когда оно в более жидком виде, оно ложится более гладко. Когда оно подсыхает, более вот фактурно, нет? Или оно... Более жидкое, более... Сколько оно сохнет? А, достаточно долго. Где-то у тебя в распоряжении, ну, час-полтора. То есть там, да, очень... Да, полтора часа можно делать. Это зависит от стены, от грунтового на стены. Ну, для... Первый слой в любом случае потянулся туда. А сверху уже как бы будет второй. Можно, можно так назвать, да, что первый ты ложишь. Но здесь, здесь желательно, конечно, делать в один, в один прием. То есть вот ты положила материал, и сразу на нем ты уже моделируешь. Вот. Моделировать ты можешь опять, как я тебе уже показал. Вот то, что у тебя там остается, да, какой след. Вот. Вот. Понимаешь, мы назвали его и Карфаген, и Средиземноморская. То есть, по идее, ну, вот я начинаю там своим студентам. Первое, это, конечно, Средиземноморская штукатурка. Это вот такой прием. Когда у тебя получается такой, как будто бы волна накатывается на песок. Видишь, вот это. Ты раз, убрала. Потом взяла сюда, чик. Тоже у тебя так получился. Вот, видишь? Лавки с налетом. Да. А потом, когда ты освоишь вот эти движения Средиземноморской, ты уже можешь Средиземноморскую уже давать таким, как мы называем, Скарфагенчиком. То есть, когда идет Средиземноморская, и потом идет вот такой, вроде как, ну, как мы называем, Маракешек. Или какой-то такой изюм легкий. Лучше показать на кварцевой. Ну, может на кварцевой, может просто чуть дать. Чуть больше материала, и она тоже там пойдет. Получится. Да, ну, что ж не получится. Получится. Да, то есть, просто уже положить было материалом. Да, видно, там что-то насыпали. Ну, в общем, сейчас своя задача, попробуй вот эту Средиземноморскую. Вот как она, чтобы понимала, откуда, куда идут движения. То есть, здесь идет бутон. Вот как цветок, или, например, как чешуя у рыбы. То есть, ты, получается, здесь положил эту чешуйку, потом чешуйку еще сверху, или лепесток сверху, чтобы она не перекладывалась. Возьми инструмент так, как тебе удобно. Теперь смотри, возьми, переверни его. Вот, когда вот так. И попробуй, смотри, вот у тебя есть две плоскости. Одна плоская, другая плоская. Этой плоскостью работаешь здесь. Видишь? Этой плоскостью работаешь сюда. Поняла? То есть, за часовой, против часовой. Ничего, ничего, ничего. Я тебя придержу. Ты, во-первых, должна привыкнуть. Представь, какое сейчас у тебя там происходит преображение. То есть, во-первых, ты первый раз держишь подобный инструмент. Никогда ты в руках его не держала. В второй момент с этим материалом ты тоже первый раз работаешь. Поэтому должно пройти какое-то время. И ты увидишь, уже начинает получаться. Так, хотел продолжить разговор о доминиканской штукатурочке. Что мы взяли для этого? Взяли китайский шелк, серебро и смешали его с золотом. Вот у нас есть серебряная база. Где она тут? Вот серебряная база. Китайский шелк. Серебряная база. Вот она такая красивая. Беленькая. И есть... Завод далеко выпускает еще и золото. Китайский шелк. Вот такая золотая база. Вот мы и смешали. Ну, наверное, где-то один к трем. То есть три части золота и... Вернее, три части серебряного, как мы говорим. И одну часть золота. Даже мы называем не серебро, а больше называем как... Платина такая. И мы уже сделали образец. Сделали его венецианочкой. Подколеровали венецианку. И отмоделировали. Оденыша андалужская, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Вот мы что-то подобное будем творить. Так. Что мы проходим? По нашей Венеции. Нашим китайским шелком. Движение. Ну, движение вот так, как мы делаем Венецию. То есть положили-сняли. Положили-сняли. Тоже стараемся не... Ну, не возвращаться, да, уже на... Вместо, которое мы положили. По той причине, что если мы начнем там... Каждый раз там накладывать еще и еще материал, то, ну, во-первых, мы перекроем фактуру. Он не будет такой прозрачный, как мы хотим. Вот мы положили его. Дадим какое-то время. Он у нас прихватится. Ну, буквально там сколько? Пару минут. И полируем мы практически так полируем, как мы полируем венецианку. Можно назвать это там... Кто-то называет Маздир, да. И вот мы видим, да, как наш... Наша доминиканская штукатурочка превращается. То есть за счет того, что китайский шелк, вот я уже говорил, что это как аналог. А то чем-то, да, вот здесь тоже присутствует та же игра. Да, ну, он, как мы называем там... Вот если так, Олег, видно там, именно. Вот как он. Да, видно и так, не наклоняя вперед, отражение оттуда идет. Так вообще видно, да. Так, да. А теперь вот так еще интересный момент получился. Не-не-не, поставь, поставь. Вот так интересный момент. Вот смотри, отражение оттуда идет, видишь? Ну, мне не видно, поэтому... Да я в камере говорю, что все видно, да. Ну, во всяком случае, я надеюсь, Вике понятно, да, как она получает. Да, то есть такого сложного нету. То есть не в нанесении самой Венеции, да. Ну что, ну, средизаморскую нанесли, оставили такие намеки на карфагенчик. Вот. И взяли в один слой. То есть не нужно там, кто хотите в два, пожалуйста, делайте в два, там никто вам не запрещает. Ну, в один слой достаточно. То есть она самодостаточная уже. Ну, вот. Согласна, да? Я готов. Как я говорю, не удержался я, ребята, чтобы еще раз не вернуться к нашей... Вот название забывай. Сам придумывай, сам же название. Как? Доминиканская. Вот Олег мне подсказывает. Доминиканская. Значит, что мы про ней? Мы сейчас пройдемся еще... Вот помните, я вам говорил, что когда она подсохнет, ее можно так же полировать, как мы полируем Венецию по свеженькому. Вот видите, этот наш образец. Вот. И что мы достигаем этим, когда мы начинаем отполировывать? То получается, наш рисунок, который мы делали на подложке, он тоже у нас начинает более ярко проявляться. А ну, Олег, попробуем, как я вот отполировал. Это вообще огонь. Вот получается такая перламутровая Венеция. И хочу еще показать Вике, ну и вам, вам тоже, как работает, например, воск с перламутром. Ну и золотом. Вот мы смешали, взяли пырлыну, взяли золотой китайский шелк и смешали. Ну, соотношение, наверное, 1 к 5. На воске, нашем волшебном воске Ракумовском. Вот есть, чтобы вы понимали, что есть воск для... Вот на пивматовой, да, тут пишут. Он больше для фактурных. Ну и мы пользуемся... И есть воск, который у них... Это тоже тот же воск. Есть воск у них для венецианки. Оставь, 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 не паникуй. Есть воск для венецианки. То есть они два разных. Но мы сейчас работаем именно вот этим воском. Вот такой воск. Полубарка. Да, для фактурных. Все, значит, пошла жара. Положили. Сняли. Положили, сняли. Положили, сняли. Подожди, а где наша персидская была? Мы ее уже... Куда мы ее делали? Персидская, вон. А, персидская, все. Там мы уже ее закончили. Все, значит, ребята, все. Доминиканская. Доминиканская. Значит, за счет... Почему мы добавляем, например, воск? Во-первых, чтобы мы можем регулировать воском прозрачность материала. Я уже Вике рассказывал. Повторюсь вам. То есть в этом случае я хотел, чтобы у нас была видна и подложка. Была видна вот та фактурка. Вот у нас изначальный образец. Вика выбрала, чтобы для мастер-класса. И мы его, так сказать, отыгрываемся. Второй момент. На этих фактурках, да, материал остается тоже. И дает еще дополнительную игру. И когда он опять подсохнет, мы также его можем, как и я вам показывал, да, еще отыграть на полировке. Так, ну что, здесь мы попробовали, да, попробовали два слоя. То есть мы сделали подложку, видели, да, тоже свинецанги такую, называть его там. Английская роза, как ему ближе. И вскрыли больше, да, золотистым. То есть мы уже не... Или разбавляли серебром немножко. Но больше золота. То есть мы здесь взяли, ну, можно так назвать, чистое золото, там, эркомовское. Чистое золото. И в два слоя. И на третий слой, что мы применили? Применили, добавили воск. Взяли воск. Да, взяли воск, да, для фактурных покрытий. И шелк, золото. Вот, китайский шелк. Смешали где-то в соотношении, наверное, один к одному. Вот. И вот, Вика, можешь поделиться, как тебе... Ты работала чистым шелком. И потом, когда ты смешала немножко с воском, что легче тебе показалось. Ну, и приятнее. Второе. Второе, да. Вот Вика говорит, что когда вас смешала она с воском, китайский шелк, то получила очень интересно. Мягкая, да, не так быстро прихватывается. Вот, поэтому можете взять на вооружение и практиковать нашу. Как я назвал? Персидская? Вот персидская штукатурочка. То есть это когда мы взяли воск, да, и смешали его с китайским шелком. Получили очень такое. Тоже мы можем его, как я уже говорил, отполировать. Вот сейчас я шпатылечек помою и вернусь через несколько минут. Так, что здесь мы хотели... Ну, это эксперимент. Взяли хамелеончик, декоративно-фарма-хамелеон и смешали с воском нашим волшебным. Волшебный воск по структурной штукатурке. Вот. Где-то один к одному. И пройдем по нашей персидской. Вот если видно, как он играет, он с таким... С розовинкой, да. Тут розовинкой, тут зелененькой. Ну, это должно быть так. Ну, вот попробуем. Вот он, да, он может еще войдет в такие... Может фактурку, где-то фактурку. Ну, должен быть интересно дать результат. Ну, я так думаю. Такую глубину. Видишь, она такая где-то ложечка. О, смотри какая. Воск он же дает свою. Вот как я говорил, да, там... Нет, почему-то воск. Все время ассоциация с... С Венецией, да, там... Такой прозрачный Венешан. Ну, она тоже, он же тоже там... Акрильчик тоже все там... Ну, вот если да, вам... Хотя воск в чистом виде-тошколу, да? Ну, воск в чистом... Ну, тоже кто-то природный акрил. Природный акрил. Ну, вот где-то... Где-то так. И вот это надо ему подсохнуть. Да, ну, что-то все-таки же фасадка. Она быстро прихватывается. И вот, дадим подсохнуть и расскажем, что будет. Да. Поэтому не включайтесь, оставайтесь с нами. Дали буду. Хорошо. Итак, аж как мы это назвали? Доминикас. Нет. Кто мы назвали доминиканской? А это мы назвали андалужской. Будет андалужской. Ребята, у нас сегодня андалужская штукатурка. Значит, мы ее сделали с помощью экспериментальной штукатурки на основе кварца. И, по-моему, добавляли туда брезку, да? В брезы. Вика решила поэкспериментировать. Ну, и я был не против. Мы тоже, так сказать, добавляем структурную. Свои декораторские шпаклевки. Ну, а здесь была под рукой у нас... Вика, когда попробовала структурную, то почувствовала, да, что как будто бы не хватает чего-то, какого-то, да? Пластичности, как ты сказал, да? Все мы добавили для пластичности вот нашего бреза. И получили тоже такую, как мы говорим, декораторскую или дизайнерскую штукатурку. Как? Бреза плюс? Да. Структурка плюс. Ну, вот. И вот мы нанесли фактурку. Ну, фактурку, ну, назовем ее как... Больше как карфагенская, да, так как карфаген поближе. Да, вот. И она прихватилась, да, вот перестала браться к рукам. И тогда вот берем шпателек, чтобы он был... Вот, Вика попробовала. И я ей не успел сказать, чтобы шпатель надо постоянно протирать. По той причине, что материал еще такой свеженький достаточно. И если он здесь подсохнет, и мы захотим с остатками материала, будем говорить, зашлифовать, отполировать, то он что будет? Подрывать нашу работу. А когда мы будем как раз... Вот он у нас будет чистенький. Вот даже это место, да, которое такое проблемное, мы его сможем... То есть идея, где наша? Вот мы ее... Вот она была у нас здесь. Наша анриотическая штукатурка. И мы ее попробуем перенести вот в андалужскую. Другой цвет, поэтому и будет андалужская. Но идея будет та же. То есть мы попробуем поработать. Еще сюда добавим материал или в виде тоже модельной массы, или возьмем, отработаем вариант восками, посмотрим это. Продолжим разговор по поводу андалужской штукатурки. Мы ее верхушки загладили, вы видели, да, на полуподсыхании. Потом добавили... Ну вот была такая идея авторская в Вики, чтобы добавить сюда еще оттенков зеленоватого цвета. И потом пришли к выводу, что мы сделаем медную патину. То есть это будет как медная патина. И сейчас мы взяли медь. И вот смотрите, в каком соотношении. Где-то 1 к 4. Хотя я, наверное, взял бы меди, может быть, минь. Мед сильная. Да, мед сильная штука. Тапля на ведро, я так раз. Еще прозрачнее. Так, значит, что мы нашу медь, да, добавляем. Или осветляем уже нашу медь. Ну и добавится тоже интересно такой игры. Плывы навсегда было у нас... Палочка выручалась. Да. Получаем... Ну, получаем... Ну, во-первых, она, да, она получает... Вот, чем мы говорили, даже вчера еще я говорил, что лазурь у нас должна быть не темнее, чем наша подложка, да, чтобы она не пятнила. Вот мы где-то в этом законе, как Олег говорит, законы жанра, как книжка пишет. Все, и просможем... Вот ты говорила, Вика, как это будет смотреться? Вот, видишь, мазнула, видишь? Вот он. То есть, останутся зелененькие. Она попадет в... Там, где розовенькое, будет еще розовее. И это опять мы делаем практически посвежее. Вот мы зелененькое понанесли. Что-то хотела, что? Нижний чай золотом добавить. Можем добавить еще золота, не вопрос. Сейчас пока его... Этим. Еще раз витрить, да? Ну, это опять. Тут керует Вика, я могу только. Можно сюда добавить еще золотишку. Понял, Олег? Может темнее. Перлунька, по-моему, ярче. Ну, можно добавить перлуньки. Можно скукать. Побольше тростничек. Многоцветный мрамор. Ну, да, получается, за счет того, что эти слоя у нас еще свеженькие, оно где-то проступает даже через нашу медную пратину. Олег, вот так можно сказать, что вы видите всю красоту. Ну, хорошо. Олег подсказывает, что вся красота. И что ты хотела еще добавить немножко? Ну, значит, ничего не будем добавлять. То есть, тебе чувствуешь, что уже... Вот видишь, как пошел перлунь, сама по себе чистая. Вот, может, здесь у нас. Трошки перлуньки? Да, трошки перлуньки в чистом виде. Давай. Да. Ну, на воске. Морские водоросы, в Красноморе. Раз на море. Раз на море. На воске и на тролюбе. Давай попробуем. Для себя лично. Так, может, дать ей высохнуть? Да. А я бы именно так с прессом работал. Нет. Вот, хочу попробовать. То есть, Вика сдалась. А мне еще нет. Хотим что-то добавить. Ну, добавили... Я радуюсь, что погасло вот этот вот розовый, который сзади у меня очень сильно... Как-то какой-то детский... Он выжил. Да. Он стал более благородным. Там на камень какой-то... Да, все благородное. Но стоит ли добавлять сюда перламутр? Вика говорит, ну, это ее образец. Просто, я не знаю, чтобы... Ну, вот смотри, давай мы тебе... Я увидел, как он каплей только лег. Вот сейчас поймешь, почему надо. Ну, я не... Сейчас, смотри, Вика, я тебя немножко положу, и ты скажешь, да, да. Адаблями или не адаблями? Чувствуешь? А почему по-сырому? Потому что она как бы разбавляясь с медью, она будет и не сильно золотая, но и медь уже будет не сильно золотая. И тоже, видишь, мы делаем такими фрагментами мы не делаем по всей... Акцент, как будто. Ну, вот, электр, это слово, мне понравилось. Очень интересно. Получилось... У меня как-то... Так, благородно, да? У меня вот так на руку вниз. Ой-ой-ой, вот это она, вот отсюда, вот так. Прямо... Мы сегодня в ударе, Марес. Да, это Олег сегодня в ударе. Я... Я... Я сегодня в ударе. Но когда у меня лев в уши накручивает, я точно ударил. Ну, так подделаешь, и так вот дело. Вот, смотри, Вика, смотри. Вот, видишь? Камеру не обманываешь. Вот она вытягивает все, и золото, и медь, и вот эту зелень, вот эту, а под разными углами, вот, вот, ой-ой-ой. Это вообще как... Да, что же я скажу, кроме того, что все все видят. Нет, ну ты уже пошел... Ребята, ребята, ну вы все видите. То есть, как слово новое берем в обиход, благородный образец. Валютный — это так, волюнтаризм, там, и все эти... Складывается от мастера свое ДНК. Добавляется в материал. Все, остановись. Теперь остановись. Все. Субтитры сделал DimaTorzok